Друзья, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, я вам вначале расскажу о том, почему меня позвали здесь модерировать все это мероприятие. По воскресеньям в 11.30 на телеканале Россия выходит наше телевизионное шоу «Большие перемены». И посвящено оно как раз тому, о том, как люди, простые люди могут улучшить свою жизнь. Мы знаем, что мы живем в городе с самыми дорогими квадратными метрами. И когда мы, многие из нас пришли в эту жизнь, никто нас не учил, как жить уютно на этих квадратных метрах, как делать так, чтобы наша жизнь была комфортной, красивой и удобной, что самое главное. И вот цель нашего проекта как раз в том, чтобы максимальное количество людей смогло этому научиться. Так, я хочу представить замечательных дизайнеров, топовых дизайнеров, которые сегодня будут участвовать в нашем прекрасном спиче. Вы, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Если у вас вдруг по ходу всего этого события возникнет что-то, что вам хочется задать, да, что-то острое и на что хочется пополучать срочный ответ, да вы, пожалуйста, поднимайте руку. Там у нас где-то ходят люди с микрофонами, они подойдут, и вы сможете высказаться. Так, итак, значит, смотрите, кто у нас сегодня есть. Шведский стол. Так, сейчас, секунду. Я наизусть еще не выучила. А нет, я знаю, вот Наташа Преображенская, я ее знаю наизусть, потому что она не раз участвовала в нашем проекте, делала совершенно фантастические интерьеры, дизайнер с большим опытом, совершенно какие-то невыполнимые задачи решала у нас, да, Наташенька. Наташа, основатель и руководитель студии дизайна и интерьеров «Уютная квартира». Мне очень хочется, чтобы вы ее поприветствовали, ну, пожалуйста. Так, и Наташа сегодня расскажет нам о том, как выбрать своего дизайнера, потому что очень важно в этом процессе, да, вот в этом коннекте дизайнер-человек найти человека, который будет душой вместе с вами, тот, который прочтет вас. Вот та самая история о том, что дизайнеры еще и психологи, да, это к Наташе. Наташа вам расскажет о том, как найти дизайнера по сердцу. Мне кажется, это очень важно, да, правильно? Потому что все мы разные, и всем нам нужно от этой жизни разные. И понятия комфорта, и красоты у нас тоже немножечко разнятся. Вот в этом вопросе мы постараемся разобраться в беседе с Наташей. Дальше у нас очень интересная девушка, очень интересная и конкретная, я бы так сказала. Алена Власова, Алена Власова, поприветствуйте, пожалуйста. Алена Власова, дизайнер интерьера, основатель и владелец студии Sweet Flat. Сладкая квартирка. Переводи на русский. Как сделать наши квартиры сладкими? Сладкими во всех отношениях, потому что сегодня мы с Наташей будем говорить о деньгах, о том, как выгодно вложиться в сладкую квартирку, как получить от нее доход, как ее спроектировать таким образом, чтобы ее захотели у вас снять. Да? Это уже, понимаете, да? Все финансово заинтересованные тоже приготовьте, пожалуйста, свои вопросы. Это будет тоже очень интересно. Ну и, наконец, с нами на связи появится вот прям на сладкое, самое интересное. Друзья, вы должны дождаться, не умаляя достоинства всех остальных спикеров, хочу сказать, что нас ждет Оксана Макарова, создатель и руководитель интерьерной студии Макарова Дизайн. Вот, посмотрите, это прекрасная блондинка Мерлин Монро прямо сейчас на ваших экранах. Поприветствуем тоже, пожалуйста. И расскажет она вам о самом главном. Мы попробуем сейчас боль каждого заказчика, который приходит к дизайнеру, каким-то образом решить. Какая самая главная боль, друзья? Это бюджет. Как вложиться в бюджет? Все мы знаем, что ремонт начинается, и, как правило, у нас обозначаются одни суммы, в итоге это выливается в нечто в разы большее порой. Но как сделать так, чтобы вложиться, и как сделать так, чтобы изначально и потом у вас не было каких-то сюрпризов? Вот сегодня нам расскажет Оксана об этом. И я вам хочу сказать, что очень многие обижаются на дизайнеров, мол, как-то так мы не вложились в бюджет. Ну что это, дизайнер? Нет, друзья мои. Это просто мы очень плохо наладили коннект вначале с дизайнером. Вот какие вопросы нужно сразу решить на берегу, для того, чтобы не раздуть этот самый бюджет и максимально уложиться в те деньги, которые отведены на ремонт. Мы сегодня поговорим с Оксаной Макаровой. Ну что, начинаем? Начинаем. Маркова. Извините, Оксана Маркова. Так, мы начинаем с чего? Мы начинаем с выгодных вложений. Алена Власова, поприветствуем. Здравствуйте, меня зовут Алена Власова. Я дизайнер, интерьер, декоратор и колорист с 10-летним опытом работы. И вот сегодня у нас такая интересная тема. Возникла идеальный мэч, какой нужен дизайнер вам и как его найти. Но на самом деле я бы продолжила. И нужно ли его вообще искать? В принципе, вообще во всем этом деле очень важна экономическая целесообразность. И от нее необходимо в первую очередь отталкиваться. Итак, вот разберем несколько примеров. Допустим, вы купили инвестиционную студию или однокомнатную квартиру очень небольших объемов. То есть это 25-35 квадратных метров. Вы собираетесь ее сдавать и потом на растущем рынке лет через 5-10 продать. С выгодой 15-30%. Исходя из этого, вы должны понимать, что дизайнер классический вам совершенно не нужен. Во-первых, при таком метраже по законодательству Российской Федерации ничего нельзя передвигать. То есть мокрые точки остаются на своих местах. То есть ванна остается на месте ванной, кухня остается на месте кухни. Ну и в смысле студии там больше ничего не остается. То есть вы поставите кровать, еще шкаф сделаете, и на этом место кончится. Соответственно, у вас может быть резонный вопрос, ну а как же я хочу, например, сделать ее привлекательной для тех людей, которые будут ее снимать. Ну, как показывает рынок аренды, наиболее привлекательным в данном случае являются светлые цвета и все новое. Вот если у вас новая техника, новый там диван или кровать, и вся квартира покрашена в светлые цвета, то ее у вас 100% очень быстро снимут. Ну, соответственно, какие цвета самые популярные сейчас? Это светло-серый и теплый-белый. Вот эти вот два цвета прямо бьют все рекорды по популярности в Москве. У нас климат такой, что, в общем, эти два цвета очень хороши для жизни. И, отталкиваясь от темы, мы понимаем, что здесь идеальный дизайнер – это вы сами. А вот сам ремонт, он вполне себе может быть от прораба. То есть прораб вам поможет своим опытом, там, где надо, сделает выводы, и, в принципе, на этом можно закончить. То есть 25-35 метров не нуждаются в услугах классического дизайнера. Далее, если вы купили… Ну, вот мы можем посмотреть фотографии. Это вот мой реализованный объект, однокомнатная квартира. И мы вот видим, что тут даже сфотографировать нечего. То есть тут буквально там 4 слайда. Ну, вот есть кухня, там диван, ванная и прихожая. Больше как бы ничего нет. Ну, да, там эта квартира однокомнатная, достаточно симпатичная, но все равно, учитывая, что она должна и остаться инвестиционно привлекательной через какое-то количество лет, лучше, конечно, решать дизайн квартиры просто какими-то простыми, но яркими вещами. То есть яркое кресло или там какой-то декор веселенький, возможно, даже там из каких-то гипермаркетов наших там, очень украсит квартиру, и на этом можно закончить. Немного другая история, если вы также в инвестиционных целях купили квартиру немножко побольше. То есть это так называемые евро-двушки, где-то 45 квадратных метров, или двухкомнатные квартиры в типовых домах. Что такое типовые дома? Это панельные дома, построенные в 90-е годы, P44 серии, или чуть получше, P44T. На самом деле в сети просто миллиарды вообще проектов типовых этих, типовых квартир. И в принципе здесь услуги классического дизайнера тоже будут избыточные, особенно если вы не собираетесь там жить, и бизнес этот тоже у вас арендный. И потом когда-то вы планируете продать эту квартиру и вложиться, может быть, в какой-то более выгодный бизнес, ну или купить там что-то побольше, получше и так далее. То есть здесь единственное, если вы хотите вот эту свою квартиру как-то выделить из окружающих в данном районе, возможно, это квартира в спальном районе, и рядом сдаются много таких подобных квартир, такой же площади, но вы хотите как-то выделиться. И здесь, конечно, я бы сделала так, то есть я бы планировочные решения заказала у дизайнера и электрику, к примеру, да, то есть это несколько планов. И вот когда уже весь ремонт будет готов, то тогда заказала бы колористическую карту у колориста. Их на самом деле довольно мало, ну в природе, в природе мало, потому что я тут узнала с изумлением, что только 2% населения очень хорошо отличает оттенки, остальные все нет. Ну тогда может быть что-нибудь черно-белое с бежевым, скандинавский, скандинавский, мне кажется, это то, что заходит всем, а цветом любой человек может раскрасить, мне кажется, помещение, текстильное. Да, ну лучше все-таки обратиться к колористу, и он как раз... Пытаясь сэкономить, но не дает. Да нет, вы знаете, это недорогая услуга, ну чтобы составить палитру вашей квартиры, то есть я думаю... С другой стороны, человек, который заезжает, каждый человек, который заезжает в свою квартиру, мне кажется, он каждый несет с собой свою колористику, и мы не можем... Простите, что я поступила в эту полемику, но мы же не можем предсказать, кто будет арендовать это пространство, верно? Нет, если будет квартира, так скажем, дизайнерская, она быстрее сдастся. То есть вот сейчас на фотографии вы видите квартиру, которую мы в прошлом году делали под сдачу, и вот фотография ее, видите, это обычная серия P44T, и очень простыми методами мы сделали ее вот такой вот яркой и веселенькой, и в первый день, когда мы ее разместили на сервисах аренды, позвонило 60 человек. Ого, результат. Да, и, соответственно, ее сдали гораздо выше рынка, хотя эта квартира находится на Кантемировской, где, вы знаете, ветка метро закрыта, и то есть хозяин вообще думал, что он ее никогда не сдаст в жизни, вот, ну до открытия метро, во всяком случае. Все шли на квартиру, да, все шли на дизайнер. Наташа тоже есть что добавить, давай тоже попробуем. Вы знаете, так как я аккуратор, наставник креатонов, которые проходят в 16.30 ежедневно под этой лестницей для студентов, ведущих вузов города Москвы, которые связаны с архитектурой и дизайном, завтра в 16.30 будут предоставлены креатоны. Это такая конкурсная программа, посвященная цветовым палеткам. Студенты будут предоставлять стилистические решения в виде цветовых палеток к конкретному интерьеру. Приходите, вход свободный. Не только студенты могут прийти, верно? Нет, все приходят. Студенты могут прийти и понять, как подобрать цветовую колористику для своего дома. Какие цвета можно сочетать, какие... Ну, да, это же очень интересно. Мне кажется, что это не только вас прокачает в чувствительности цветовой гаммы, но и, возможно, вдохновит на создание своего колористического ряда. Я не могла здесь не встрянуть, потому что в 16.30 завтра мы вас ждем, а сегодня в 16.30 студенты предоставят свои авторские решения по предметному дизайну. Одни приходят, например, ребята из Строгановки со своими стульями, другие с светильниками и предметами, которые имеют авторское решение. Так что добро пожаловать. Не смогла не перебить. Ну, да, мне кажется, это очень важно. Друзья, давайте все будем учиться жить красиво. Мне кажется, это должно быть встроено в каждого из нас. Так, ну, продолжай. Да, и, соответственно, если не хочется как бы со всем этим делом заморачиваться, то есть отдельно заказывать у одного дизайнера планировку, там, электрику, к примеру, другого какую-то колористическую карту, можно, ну, это я все про арендные квартиры, как вы понимаете, как бы можно сразу нанять дизайнера, который занимается хоумстейджингом. Это, так скажем, новое направление. Это для видимости, что ли? Нет, нет. А потом все вывести оттуда? Нет, эти дизайнеры действуют в рамках заданного бюджета. То есть если это арендный бизнес, то где-то на двухкомнатную квартиру в серии P44 будет осмысленным тратить не больше двух миллионов рублей на весь ремонт под ключ вместе с услугами дизайнера. То есть делаешь простенький ремонт? Да, простенький ремонт. И вот хоумстейджер как раз, он действует под ключ, то есть в рамках выданного бюджета. То есть он сам что-то там делает без вашего участия абсолютно, то есть вы должны не вмешиваться. То есть вы выдаёте ему, как бы, вот эти вот там 2 миллиона, заключаете контракт, и он вам потом вот готовую квартиру уже к аренде предоставляет. 2 миллиона за всю квартиру? Да, это очень мало на самом деле, как бы, ну, на все про все это, ну, как бы под ключ. Вы будете отбивать её таким образом около двух лет, может быть, два с половиной года. То есть если вы будете, ну, как захотите, потратить больше, то это становится экономически невыгодно. И как бы на квартиры таких размеров, которые вы собираетесь сдавать в спальных районах Москвы, нет смысла выделять больше. Сколько отбиваться будет, я пропустила? 2-2,5 года. 2,5 года. Да. Так, это прям в оптимистическом. По оптимистическим прогнозам, да. Так, давайте, Настя, на секундочку прервёмся, раз уж мы такой пинг-понг выбрали, да, мне кажется, так прям бодрее будет. У Наташи снова есть что сказать. Да, во-первых, хочу сказать, что очень хорошая презентация, потому что каждый вопрос, который раскрывается, его можно подкреплять. Что такое хоместейджинг? В реар-девелопер-самолёт в этом году моей команде заказал именно тот самый хоместейджинг для квартир сегмента комфорт, поэтому каждый из вас может прийти в шоурумы показательной квартиры этого застройщика, и мы разрабатывали визуальный ряд, и вы можете увидеть плед, который перекинут на края кровати, раскладка подушек, орехи, которые разложены на кухне для того, чтобы было чувство присутствия жильца. Пожалуйста, есть время, приходите и посмотрите, как это делают уже девелоперы сегодня. Это хороший клише, который можно повторять. Да, мне тоже кажется, это очень интересно. Это нас немножечко двигает в сторону масса. Ну, квартиры становятся очень такие жилые, обждые, так скажем, и люди, которые как раз приходят и хотят что-то снять, то есть они видят перед собой не какие-то голые, пустые стены, а вот такую вот именно жилую, уютную обстановку. Что хочется жить, да. Действительно, что хочется жить. И вот когда мы как раз вот эту вот квартиру вывесили на сервисы аренды, там вообще такое было, я получила там какую-то, я не знаю, тысячу сообщений, что наконец-то там вот как бы для людей рынок дизайна и аренды развернулся в сторону людей. Ну, а можно перечислить какие-нибудь такие уютные штучки? Ну, раз уж мы тут собрались, ну, не просто с высоты дизайнерского полета, но и для людей, да, можно ли какой-нибудь рецептик такой, да, для того, чтобы сделать свою жизнь немножко уютнее в рамках своей жизни? Я свою тему топлю, понимаете? Пусть всем живется хорошо. Ну, на самом деле, конечно же, это текстиль, там очень хорошо уютят шторы, можно всегда недорогие купить. То есть понимаете, да, вы идете на мастер-класс к Наташе Преображенской по колористике, а потом начинаете себе из этой колористики составлять текстильный ансамбль. Ну да, еще очень уютят помещение смены фактур, то есть не вся квартира под ноль закатана там в краску, например, или в какие-то там обои под покраску, но это как раз смотрится холодно, и многие, особенно люди постарше, отмечают, что похожи на больницу. В принципе, так и есть. И необходима смена фактур. И ее легко добиться с помощью чередования как раз там обоев и краски. И вот не нужно бояться росписи. Вот я вот обожаю росписи. Они на самом деле как бы недорогие достаточно. И даже, я бы сказала, дешевле, чем если фреску из обоев заказывать. То есть фреска где-то стоит 4 тысячи рублей за квадратный метр, а на стене обычно метров 12. А росписи, вот эти вот, листики вот эти, нам обошлись в 15 тысяч рублей всего. И художник... И они интересны, смотрите, они прям живые, они перекликаются, их можно туда, на сторону краски. Очень оживляет, да, интерьер, любая роспись, даже самая небольшая. Я хочу напомнить, я извиняюсь, но наше время неумолимо бежит. Да, и вот я там... Подожди, давай самое интересное, вот буквально на 5 минут, и дальше будем идти разговаривать с Наташей. Конечно, я вот как раз подвожу к Наташе, к Наташиному выступлению, свое выступление, что когда же требуются услуги классического дизайнера? Это если вы купили квартиру для себя, собираетесь в ней жить там до старости или передать ее в наследство. Эти квартиры от 60 квадратных метров и до бесконечности, или дом это от, возможно, застройщика, или от фирмы архитектурной, или это новостройка со свободной планировкой. Здесь без профессионала не обойтись. И, конечно, я очень рекомендую, чтобы получить квартиру мечты, воспользоваться опытом и знаниями профессионала, который учтет все технические моменты, эргономику, и сделает не просто вам добротный ремонт, а элегантное пространство. В этом дизайн интерьера заключается в том, чтобы сделать вам элегантное пространство для жизни. И совместно вы напишите историю вместе с дизайнером, и будете там долго и счастливо жить. И Наталья Преображенская о том, как слиться с дизайнером в едином экстазе. Друзья, я надеюсь, что мы дадим слово онлайн-спикеру, потому что она сейчас сидит и трепещет. Мне кажется, это было бы очень благородно с моей стороны. Хорошо. Дайте ей сначала микрофон, потому что я подытожу наше выступление. Давай, давай, давай. Позже. Да, давайте про деньги. Давайте вначале про деньги. Хорошо. Так, Оксана, Маркова, Ксюш. Давайте мы включим Оксану. Друзья, давайте. Оксаночка, давайте. Итак, я напомню, что Оксана нам сейчас расскажет о том, как сохранить бюджет в рамках реальности. Оксана, начинай. На самом деле не сижу, не трепещу. С удовольствием слушаю спич. Очень интересный. Рада с такими коллегами присутствовать на этом мероприятии. И в общем и целом мы тоже поговорим про деньги. Красота красотой, но мы не забываем, что для того, чтобы реализовать эту красоту, в любом случае всегда стоит вопрос про деньги. И этот вопрос, он стоит для клиентов любой ценовой категории, любых сегментов. И мы сегодня как раз коротко об этом проговорим. Коротко про себя. Я Оксана Маркова, как меня представили, создатель и руководитель студии интерьерного дизайна Маркова Дизайн, член Союза дизайнеров России. Амбассадор первого бизнес-клуба для дизайнеров Грани, магистр по направлению креативный дизайн. И дальше уже я не буду... Давай скорее про деньги. Да, скорее про деньги. Каждый клиент любого сегмента, как я сказала, хочет знать до начала работ, сколько это будет стоить. То есть всегда на первой встрече до заключения договора я всегда слышу этот вопрос. И как понять границу много? Как раз вот это вот важный момент. Потому что если для одного человека цифра там, ну пусть там, не знаю, 10 тысяч рублей, это уже много, я условно говорю, да, то для другого человека это вообще не деньги. Но граница много есть у каждого клиента. Поэтому сегодня хочу рассказать, какие типы клиентов по-разному подходят к разному бюджету. Возможно, вы как клиент себя угадаете. И хочу рассказать, какие способы просчета бюджета проекта существуют для того, чтобы, возвращаясь к теме нашей сегодняшней сессии, выбирая дизайнера, вы понимали, что вы пришли к дизайнеру, к дизайн-студию, к тем, которые знают, что они делают. Тем, которые гарантируют вам, что вы впишетесь, а не так, что мы нарисуем красивые картинки, а потом будем думать, как это воплощать, сколько это будет стоить. И самая главная боль, что проект заморозится, уйдет в заморозку или не будет реализован. И я хочу коротко поделиться своим действенным инструментом просчета предпроектной сметы. Вот, значит, вот эта история неопределенности финансов всегда для человека очень вызывает дискомфорт. У каждого, конечно, свое представление, что такое дорого. Как понять, что такое дорого для вашего клиента. То есть клиенту перед тем, как пойти в историю с ремонтом, с стройкой, всегда это по времени и по финансам длительный процесс, ему нужно понимать, к какой цели он бежит и какую дистанцию ему нужно пройти. Дизайнеры должны быть не только психологом, как сегодня правильно отмечалось, не только понимать в цвете, фактурах, красоте и так далее. Они должны уметь считать деньги для того, чтобы клиенту было комфортно, для того, чтобы этот проект был реализован. Сейчас коротко расскажу, какие типы клиентов бывают, встречаются. Значит, я хочу такой-то интерьер. Первый тип клиента говорит. И неважно, сколько это будет стоить. Конечно, мечта любого дизайнера – такой клиент. Но, скажем так, что это скорее исключение, нежели правила. Самый распространенный вариант тип клиентов – это когда клиент приходит и говорит, я хочу такой-то интерьер, и у меня на него есть бюджет. На самом деле это тоже прекрасный вариант. Это когда человек осознанный, когда он приходит и знает, что он хочет. Он знает цены на рынке. Скорее всего, он уже делал относительно недавно ремонт и имеет представление, какая обстановка на рынке ремонта. И тоже довольно-таки распространенный вариант, когда клиент смотрит-смотрит картинки, тут ему приходит идея, вернее, он покупает недвижимость, либо куда-то переезжает, либо хочет переделать свой интерьер, и он идет к дизайнеру, не понимая, сколько это будет стоить. И у него первый вопрос, как это заказывать, сколько это будет стоить. И есть еще один тип клиентов, тоже встречается иногда. «Да, я хочу такой-то интерьер, и у меня есть один миллион на все под ключ». Вот эта история, наверное, больше про home station, про инвестиционные квартиры. И как правильно здесь заметил предыдущий спикер, я считаю, что вообще нет смысла задеваться с ремонтом дизайнерским по таким моментам. То есть, да, лучше предложить историю обойтись минимальному, планировку, перепланировку, возможно, свет, возможно, какие-то цветовые карты, схемы. То есть не стоит идти в полный проект, оно этому клиенту не нужно. И лучше сразу его, как говорится, обговорить. Так вот, какие вообще способы просчета бюджета есть, если они существуют вообще в студиях? Я сталкиваюсь с тем, что у многих такой истории нет. И это очень мне жаль, потому что это неправильно, я считаю. Так вот, какие способы есть? Погадать на кофейной гуще. Ну, то есть, вот просто методом, так сказать, ну, это будет приблизительно там 2,5 миллиона. Просто там от балды, потому что такую сейчас цифру говорят, озвучивают и так далее. Можно спросить приемлемую цену основных позиций. Это то, как мы относительно недавно, раньше работали. То есть мы не просчитывали смету, но мы спрашивали основные стилеобразующие материалы, по которым мы уже ориентировались. То есть какая приемлемая цена за кухонный гарнитур, какая приемлемая цена за диван и так далее. То есть на основании этого мы уже имели представление о сегменте и плюс-минус там в этом сегменте работали, но были непопадания, когда мы доходили до комплектации. Дальше. Очень действенный, кстати, способ, который может помочь, это посмотреть смету реализации предыдущего проекта. То есть если вы ведете проект, то тоже настоятельно рекомендую вам собирать эту смету. На нее можно ориентироваться. Ну, понятно, что это будет приблизительно, потому что здесь может быть другая площадь, другая стилистика и так далее. Но, тем не менее, уже более близко можно ответить клиенту на вопрос, сколько это будет стоить. И есть еще один способ, собственно, которым мы пользуемся, который приносит очень хорошие результаты и для клиентов, и для наших проектов. Это составить предпроектную смету. Что такое предпроектная смета? Как мы это делаем в студии? Значит, собственно, здесь сейчас показаны именно три этапа, которые тоже нужно соблюдать. Это предпроектная смета, на основании которой мы начинаем работать и проектировать. Проектная смета – это то, что уже идет в ремонт по итогам проекта. И смета реализации проекта – это то, какой результат получает заказчик уже на стадии реализации. Вот проанализировав вот эти вот вопросы, моменты по основным сегментам, основным категориям, мы разработали продукт, который считает эту предпроектную смету. Смета включает в себя полный расчет проекта, разбита на три больших раздела. Наш раздел – это дизайнеров, это отделочные материалы, мебель и оборудование. Смету можно рассчитать автоматизированно, заполнить там в ячейке. Очень удобно, то есть это прямо в режиме первой встречи с заказчиком. Зачем нам это надо? Заказчик предполагает определенную сумму, мы с ним проговариваем, вбиваем данные основные. Да, это цена усредненная, но она близка к реальной. Реально мы это сравнивали уже по сметам реализации. Составлена она там по приблизительно одному-двум из последних проектов. И она учитывает разные ценовые сегменты на разные позиции. Мы это все с клиентом проговариваем, он видит итог, он в шоке. Как правило, в шоке всегда вне зависимости, готов он или не готов. И тут мы начинаем уже вглубь копаться, идти внутрь сметы. И здесь мы можем сразу уже до начала проектирования выяснить как раз, какие позиции наиболее важны клиенту, то есть на которые он может выделить большую часть бюджета, какие не важны на его взгляд, и мы это все проговорим. И мы получим приемлемую цифру. Мы получим цифру, на которую мы будем ориентироваться. И вот тут заказчику становится спокойно, он уже смело идет в проектирование. Да, для дизайнера это более длительная предпроектная работа. Бывает порой, что на этом заканчивается проект, но вполне вероятно, что это даже плюс. То есть человек говорит, я не готов финансово на это, либо я пойду найду, кто мне сделает дешевле, может быть. Либо я подожду. У нас был, например, такой вариант, что клиентка, она просто, мы с ней прочитали смету, она сказала, Оксана, мы сейчас откладываем проектирование, потому что я хочу именно все как здесь. Сейчас я деньги инвестирую, и чуть позже мы вернемся к этому вопросу. То есть на этом вопросе клиент к нам уже попадает готовый к реализации. Он спокоен, он знает цифру, он готовится к ней, и дальше мы идем в проектирование. А дальше наступают сплошные плюсы для дизайнеров, для дизайн-студии, потому что мы опять не рисуем какие-то нереальные картинки, мы ставим в проект только реальные материалы, реальные мебель и так далее, учитывая вот нашу утвержденную смету. Если по какой-то позиции мы что-то где-то не входим и не вкладываемся, то, соответственно, мы согласуем и думаем, за счет какой позиции мы можем это сделать. Оксаночка, а можно я сейчас немного вклинюсь? А вы используете в своей работе, знаете, сейчас появляются такие пространства, куда можно прийти с клиентом или сам человек, если он решил сделать ремонт, и хочет понять, чего он хочет, каких он материалов хочет, из чего он хочет собрать всю свою историю, пространства, в которых собраны материалы, библиотеки материалов, которые используются в ремонте, с контактами, где каждый материал может достать, просчитать прямо там, можно составить вот эти вот доски впечатлений своих. И мне кажется, это тоже очень здорово помогает в ремонте, будь то ремонт с дизайнером или ремонт самостоятельный, вот это настроение и сочетание всех материалов между собой, мне кажется, тоже можно подобрать и просчитать как раз в таких местах. Да? Используете такие? Да, можно, но тоже это будет все очень тоже условно, все очень приблизительно. На самом деле мы начинаем сначала с меты, если нам все подошло, мы запускаем уже проект в работу, делаем предварительные, планировочные, и после этого у нас обязательно выезд первой с клиентом по магазинам, по основным стилеобразующим материалам. И да, мы выберем за одну встречу, за один день, даже меньше, это занимает у нас 2-3 часа. За это время мы выберем плитку, напольное покрытие, двери и сантехнику. То есть вот эти вот все позиции крупные, первые мы закрываем, и только после этого идем уже в концепцию и так далее, и там уже будут существовать эти материалы, и все остальное уже будет подбираться под них. Вот, насчет пространства, которое вы сказали, да, я слышала, знаю, что они существуют. К сожалению, у нас, в нашем небольшом городке, они не представлены. Есть одно-два, но не, скажем так, не тех ценовых сегментов, которые больше востребованы. Поэтому у меня есть свои партнеры-поставщики, на самом деле очень удобно расположены относительно близко друг друга, поэтому мы экономим время. И в общем и целом мы все смотрим в реальности, мы все трогаем, щупаем, прикладываем, фотографируем и дальше, собственно говоря. Ну да, ну здорово, что так решается. Но если что, друзья, если вдруг вы решите сделать себе ремонт, знайте, что я, по крайней мере, знаю две точки в Москве, куда можно пойти либо с дизайнером, либо даже самостоятельно, увидеть весь ряд материалов в лоскутках и в кусочках, взять поднос, собрать все ингредиенты и посмотреть, как это может сочетаться в вашем интерьере. Мне кажется, это прям такой классный лайфхак, да, если вы хотите это сделать сами и увидеть, пощупать, понять в окружении чего вы будете жить. Большое спасибо, Оксаночка. Давайте поаплодируем. Спасибо. У нас тут появился вопрос, вы не слишком щедрый вопрос. Если вдруг там кто-то еще хочет о чем-то спросить, поднимайте руку. А у нас тут есть девушка, которая хочет отрицовать свой вопрос нашему первому спикеру. И он касается арендованного жилья. Вот, давай, приготовься. Сейчас нужно покреативить. Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. Хотела задать такой вопрос. Есть ли какие-то дизайнерские решения по сдаче жилья творческим людям и просто людям, которые максимально хотят сами обживать пространство? Потому что мы с подругой столкнулись с чем? Вот я живу с женихом, у нас максимально спокойный арендодатель квартиры, да. Мы можем делать все, что хотим, вешать картины. И квартира старая, она минимально отремонтированная. И мы, в общем-то, своими силами ее как-то там обживаем. А подруга говорит, как здорово, ты можешь вешать любые картины, ты можешь делать все, что хочешь. А я боюсь свои рисунки, вот даже гвоздь никуда не воткнуть, отремонтированная полностью квартира. То есть есть ли какие-то дизайнерские решения, что-то вроде квартиры-трансформера для творческих людей, чтобы можно было не бояться внедриться в этот дизайн. Потому что то, что вы показали, например, это очень красиво. Но если бы я снимала такую квартиру, я просто не могла бы ничего в ней изменить под себя. Спасибо большое. Да, естественно, у нас задача такая была. У меня даже договор так составлен, что в квартире даже мебель нельзя передвигать, и не дай бог там не сверлить стены и так далее. То есть нельзя вообще ничего. Но как бы там человек так и хотел. То есть ему полностью это устраивает. А если человек творческий, то я советую, что сделать? Самый такой, знаете, простой метод, это купить подставки под горячее, круглые такие, можно квадратные купить, из пробки, и на двухсторонний скотч наклеить их на стены накрашенные. И свои рисунки вы уже прекрасно к этим круглым или квадратным подставочкам прилепляете. И на самом деле у вас тоже дизайн получается некоторый, и он может как раз меняться там время от времени, в зависимости от вашей экспозиции. Самый простой и верный вариант будет. И арендодатель не нервничает. Ну и текстилем добить все. Да, можно сменить подушечки, подушечки, шторы поменять. Это очень здорово меняет настроение на самом деле. Ну что, мы заканчиваем. Да, у меня был опыт для нашей заказчицы, которая занимается, она художник, она путешествует по всему миру. И у нее изначально, ну давайте спараллелим ее с вами, у нее изначально была задача и запрос, и все, кто присутствует здесь, должны понимать, что есть правила, дизайн-проект и разработку, не знаю, начало ремонтно-строительных работ, невозможно начинать, пока вы не сформируете свой запрос, то тех задания, которые мы будем исполнять. А теперь отвечаю также на ваш вопрос. База должна быть стен настолько легкая, для того, чтобы ваши картины могли читаться. Ассоциация, делайте всегда ассоциацию с музеем. Это первое. Второе. Мы столкнулись с задачей, с просьбой, делать некий постамент, чтобы картины были не на полу, а стояли от 90 сантиметров, от метра выше, то есть, чтобы можно было выставлять. Если это своя квартира, то мы, соответственно, это выполняем с помощью что? Гипс, картон и так далее. Но если это съемная, ну, придумывайте, либо это направляющие, либо рейки, ну, какая-то конструкция, которая легко снимаемая, буквально неприкрепленная к стене. То есть, просто взяли, выкинули, ничего страшного. Потому что арт-объекты должны чаще всего быть на глазах и меняться. От себя хочу добавить, что в нашем проекте, вот буквально недавно мы снимали, у нас там есть такая рубрика «Школа дизайна». Ну, и вот в частности, если мы говорим о фотографиях, о картинах каких-то, там есть специальная формула, по которой картина должна висеть в той точке или в иной, и она высчитывается. И если вы посмотрите наш проект, который выходит по воскресеньям в 11.30 на телеканале «Россия», то вы узнаете об этом и о многом-многом другом. Я еще, кстати, вспомнила, что наклейки «Компит» продаются такие, 3М-производители, они есть в Лерой Мерлин, и тоже на них вот как раз свои произведения. Это такие беленькие, да? Можно вешать, и они не портят стены, да? И ими фиксируют органайзеры в плящиках. Да, только без рам, а то это тяжеловато. Да, есть такое. Ну что ж, я надеюсь, что время мы провели с удовольствием. У нас еще 6 минут. Наташенька, 6 минут. Давай, тема. Как выбрать своего дизайнера? Я постараюсь жата донести до вас основные тезисы, которые сейчас крайне трепетны, актуальны. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить эту выставку Департамент инноваций, Департамент предпринимательства и инноваций, которые решились открыть эти двери для нас бесплатно. Давайте поаплодируем. Это большой шаг. Представляете, все стенды здесь безвозмездно предоставлены молодым стартаперам, игрокам, которые уже на рынке дизайна не первый год. Каждый из вас здесь мог бы быть представлен. Поэтому я считаю, что для нас, зрителей и специалистов, это прорыв в прямом смысле слова. И напоминаю, что в 16.30 ежедневно проходят креатоны в рамках образовательной программы, которая находится прямо под этой сценой. Крайне интересно, прокачаетесь, обещаю. Итак, я приняла решение вам показать одну из лекций, которые я делала. Так случайно получилось. Я вам рассказала о девелопере самолет. Я работаю с Эммер Групп, с Кросс, с Инград. Я вообще всех очень люблю. Ну, так сложилось, что раз о них упомянула, вам покажу следующую презентацию. Дело в том, что моя практика 20-летняя подсказывает мне, что каждому возрасту есть четкие предпочтения. 16-летние любят одно, 20-25-летние любят иное. Вот давайте обратимся к девушке, которая нам с вами задала вопрос. Вот представьте, время пробежит, через 10 лет, какие у нее будут вопросы, уж точно не об искусстве, она будет спрашивать о детской комнате, о своем кабинете, о той зоне, где она может проводить время. И здесь у нас возникнут совершенно другие задачи. Итак, есть сегментация возраста. И по этой презентации, которую я предоставила для менеджеров, застройщика самолет, я любезно вам ее предоставлю. И вы окунетесь в иной мир знаний. Ну что, поехали? Да, очень интересно. Начинаем. Ну так как у меня 4 минуты, во-первых, я хочу сказать, что я эту презентацию выложу тогда в Телеграм, потому что вы не успеете все прочувствовать. Есть Телеграм-канал «Уютная квартира» с Натальей Преображенской. Давайте я расскажу в двух словах, чем я занимаюсь уже последние 20 лет. Я очень люблю свою работу. Все, что связано с интерьерами, дизайном, это прежде всего, это клиенты, это юрлицы, это девелоперы. И третье, это спикерство. Соответственно, перед такими зрителями, как вы, я иногда выступаю. Следующая моя поездка, например, в Тюмень, представляете? Я там никогда не была, я буду счастлива там быть. и книга «Крутая квартира» сейчас в продаже, и пишу следующую, «Уютная квартира», который этот бренд мой, он запатентован, поэтому я имею право им пользоваться. Итак, неоклассика, современное осмысление классического интерьера. Сейчас вы видите вдохновение, вдохновение, и каждый сегмент мы увидим, как она меняется. Я, так как очень мало времени, уже 3 минуты, я буду рассказывать о том, что чаще всего неоклассику заказывают клиенты от 35 до, скажем, 50-55. Почему? Потому что это более торжественный интерьер. Сегмент выше на 30%, чем современный, о котором мы сейчас говорили, несмотря о том, что цветовая гамма была достаточно насыщена, это я говорю о первом спикере. Contemporary. Contemporary любят все сейчас, потому что это сложно замешанное интерьерное направление. Это респектабельный стиль с оттенком industrial. Тут все настолько прекрасно может дружить из старого дома. Вы можете это зашить в новый интерьер. Здесь хорошие продуманные цвета, искусство. Это действительно хорошо, хороший, комфортный интерьер сегодняшнего дня. Палитра, акценты, мебель. Это природные сложные оттенки, богатые переходы цвета, фасады гладкие. Я говорю, признаки этого стиля. Мягкая мебель в тканевой обивке, простые чистые линии, гимметричность в декор и панели, современное искусство и акцентные светильники. Сканди плюс эко. Смесь городских стилей, которая делает интерьер уютным и вневременным. Как раз это направление и чаще всего берут для чего? Для сдачи в аренду. Вот сейчас мы видим с вами работы, которые мы сделали для самолет, для комфорт плюс. Что мы видим? Чистые стены, объекты, постеры, фотографии. Посмотрите, это читается, что каждый постер может быть стоит рублей по 500, но приятная развеска, о которой Ольга говорила, она дает возможность, можете, кстати, меня поддерживать, я ее была бы. Да, да. И подумайте, посмотрите. По формуле развешанной картины. Да, посмотрите, какой сет на столике прикроватном, он заполнен, здесь не просто стоят часы, одинокие или лампочка, здесь этот набор, кстати, он вживую уже был и подобран, то есть в рамках хомстейджинга он также был и отработан. Ну, кстати, может быть, формулу развески картин на стену может быть откроем людям? Нет? Что раскроем? Раскроем формулу? Да, есть же формула, по которой вешают на стену. 49 секунд. У меня еще там слайдов очень много. Хотелось полезняшку какую-нибудь впихнуть. Для тех, кто занимается и хочет, как называют людей, которые сдают квартиры? Да, сдают. Арендодатели. Арендодатели. Да, рантье. А, рантье. Итак, для рантье подсказки. Палитра. Много белого, много фактуры, большое количество фактуры дерева. Акценты природной оттенки, спокойные, выверенные фасады, фасады гладкие. Чаще эти интерьеры светлые. Из всего потока, когда мы делаем для офиса продаж, либо вообще квартиры, когда с отделкой идут, застройщики выбирают яркие интерьеры из 100%, примерно 5-7. Остальное все базовое, потому что оно читается гораздо спокойнее и интереснее. Каждый теле интерьера имеет свой характер и дарит свои эмоции. Давайте прислушиваемся, что говорят нам разные стили. Какие эмоции, ощущения вызывают у вас неоклассика, какие скандинавские интерьеры. К чему я веду этим слайдом? Я люблю скандинавские. Что обо мне может рассказать? А вас? Слушайте. Вы фееричная девушка. А вас, смотрите. А вас отдельная будет передача. Хорошо. Олечка, осталось 25 секунд. У нас будет еще время для вопросов. Прежде чем начинать, чем выбирать вообще дизайнера, эта тема у нас с вами заявлена, нужно понимать и собирать референсы, что вы желаете. Из референсов, которые можно увидеть в Пинтересте, для примера, вы из 100 фотографий сначала сжимаете в 20, такой вышлист, из 20 в 10 и дальше в 5. И по этим 5 фотографиям, поверьте, перед вами, вот знаете, как доктор этих интерьеров сидит. Я могу сказать, сколько обойдется, во сколько обойдется вам от и до весь бюджет. Насколько вы будете сложны. Нужно ли вам ваш контракт закачать 2-3 недели для прокачки, для прокачки чего? Образования. Это значит, что вы еще не настолько прокачены. Это видно по референсам. И третье, конечно же, есть всегда вопросы. Сегмент. Сегмент – это та линейка, которую вы готовы потратить. Знаете, мы всегда говорим среднее, ниже среднего, чуть выше. Конечно, это все размазанные слова. В принципе, дизайн, он не цифровой. Это лишь намеки, это прилагательные, из которых мы собираем общий образ. Давайте я презентацию пролистаю, потому что время у нас вышло. Посмотрите эти квартиры, которые прекрасно подойдут для рантье. Дальше тут очень надо. Итак, самое интересное. Бумеры, зумеры и миллениалы. Кто из вас зумеры? Поднимите руку. Все скажут, а, видите, все студенты. Студенты, да? А, итак, что это такое? Да, что такое, мы не знаем. Вы знаете, я так как председатель аттестационной комиссии Geekbrains и работаю со Skillbox, я напрямую связана с зумерами и бумерами. Итак, я человек, который родился до нулевых. Я, у каждого поколения есть определенное, уже статичное определение. Зумеры – это те, которые были до нулевых. Это те, которые уже родились с мобильным телефоном. Это мы зумеры. А? Мы зумеры все тут. Ну, да? Как вы хорошо выглядите. Ориентируемся. Я думала, что мы с вами бэби-бумеры. Это когда еще не было телевизоров, не было плазма и так далее. То есть это первое поколение, которое влекается, которое активно в нашем обществе. Потом идут бумеры. Ой, слушайте, вы меня уже голову скрутили. Итак, бумеры, стили чаще всего. Смотрите на фотографии, образы, сразу поймете, какой это возраст. Нео-классика с элементами контемпори и арт-деко. Это люди, которые уже потренировались с лофт, с эко, с теми легкими вкладками, которые легко попробовать. Дальше – миллениалы. Стили контемпори, хюги, элементы лофта. Кто знает, что такое лагом и хюги? Поднимите руки. Браво, все молодцы. Я желаю вам в вашем доме всегда чувства хюги. Тут какая-то ошибочка вышла. Ты пропустила кого-то. Нет, почему? Миллиан, это ближе к нулевым. А до этого у тебя все заканчивалось на… Подождите, только начиналось. Подождите. Подождите. Смотрите, лицо бумеры, видите? Год какой? До 63-го? А, ну, в общем-то, давайте… А мы где? Мы где-то потерялись у тебя между этими и теми. А вы не видите, потому что у вас… Да, вы зумеры, вижу. Да, вы зумеры. А 16-й, да, ну, потому что я думаю, что дети… Нет, мы не зумеры. Часть, да, ну… Итак, а зумеры, у них абсолютно другое представление об интерьерах. Я думаю, что я зумер, потому что скандинавский стиль мне тоже нравится. Ну, важно же не когда ты родился, а как ты себя чувствуешь, верно? Мы вообще… Мы говорим очень условно. Зумеры – это те, то поколение, давайте поколение наших студентов, которые сейчас в 16-30 будут показывать работы. Они не об интерьере. Им нужно все комфортно, быстро, малые формы. Поэтому сейчас рождаются квартиры, шкатулки. Семья у них только в перспективе. И я свою презентацию, давайте, потихоньку буду заканчивать, иначе мы окунемся в бесконечное. Потому что есть тут бюджеты, палитры, коллажи. Давайте я вам это выложу и посмотрите. Лучше я дам, позволю, вопросы задать из зала, потому что порой это какая-то некая боль, которую мы можем сейчас закрыть. Перед вами эксперты, которые могут ответить на все, что угодно. Есть вопросы из зала? Давайте так, давайте сейчас расскажешь еще раз конкретно, куда подписаться. И задать вопрос. Я эту презентацию выложу. Потому что нас сейчас вынесут с этой сцены. В телеграм-канале «Уютная квартира» – это бренд, который я с Преображенской Натальей. Все-таки будет у нас последний вопрос. Извините, пожалуйста. Один, один, один последний. Давайте только быстро. Главный вопрос. Да, здравствуйте. Очень рада вашему выступлению. У меня вопрос касается темы. Как выбрать дизайнера? Как понять, что он подходит? Должен же ли он работать именно в том стиле, который, например, выберем? Или не обязательно? Какой должен быть опыт, чтобы он нам подходил? И так далее. То есть какие признаки дизайнера подходящего? Спасибо. Да, действительно, тема была заявлена, как выбрать свой дизайнера. Как бы мы должны были раскрыть эту тему? Мы должны были вам предоставить меню из 38 тысяч дизайнеров, которые зарегистрированы в нашей стране. И потом их подсеять, рассеять. Дети делают один стиль, это делают другой, это третий. Как вы думаете, нас бы наверняка подушками бы закидали? Потому что дизайнеры имеют практику трансформировать свои навыки и становиться из декораторов дизайнера, из дизайнера в стилиста. Поэтому я бы поступила следующим образом. У нас есть площадки такие, как house.ru, для примера. Там выложено все меню текущих декораторов и дизайнеров. Он еще жив? Нет, он еще жив. Он жив, да, его никто не закрывал. С декабря туда, кстати. И можно увидеть по тем работам, прежде всего работы, которые вам созвучны, увидеть своих исполнителей. Далее вы обязательно назначаете встречу. Без встречи не входите ни в одни юридические отношения. Вы должны чувствовать, это ваш исполнитель. Вы заказчик, у вас есть исполнитель, который должен закрыть ваши все заботы. И только после встречи вы можете уже говорить, прослушав, какие сроки исполнения, каким образом будет подача, будет ли чаты и будет ли, например, облако мира, где будут все ваши чертежи храниться, какой будет интерактив, будут ли воркшопы, будут ли субботники. Вот это все очень-очень много, но после этого принимайте решение. Поэтому чаще всего клиенты сейчас обращаются репутационно, либо по сарафанному радио, которые что делают? Они сразу доверяют тебе. Чем меньше шаг доверия, тем он короче, тем проект становится лучше и легче. Ответ сложный, но давайте из двух позиций. Выбираем, что близко и назначаем встречу. Как угодно, физически, либо по зуму. Какие ваши советы? Выбирайте сердцем, тоже вот вам рекомендую. То есть вы посмотрите видеоролики на ютубе. Сейчас много каналов есть, где выступают разные дизайнеры. Даже тот же квартирный вопрос. Посмотрите, насколько дизайнеры... Дизайнеры перемены, программа тоже есть. Насколько вам по типу характера даже близок дизайнер, потому что вам с ним придется провести примерно полгода. Полгода с этим человеком довольно близко вы будете общаться, и он потом практически как дальний родственник становится даже. И он должен быть вам близок. И еще обязательно смотрите на реализованные объекты. То есть это не должны быть какие-то мифические 3D, как многие любят. Вот там... То есть профессия 3D-шник – это не профессия дизайнер. Ничего общего одну к другому не имеет. И можно нарисовать все, что угодно, вымышленный мир, а реализовать потом это невозможно. И таких историй просто миллион на рынке. И лучше, конечно, смотреть портфолио, и там должны быть больше пяти, во всяком случае, реализованных объектов. А я думаю, что наша девушка, которая задала вопрос, она сама дизайнер, я так думаю. Нет? Да? И хотела узнать, как бы ей показать свой свет. Нет, она машей головой говорит, что нет. Ну что, друзья, нам нужно все-таки уходить с этой сцены. Большое вам спасибо за ваше внимание, низкий поклон. Мы желаем вам дизайна в любви. Это самое главное. Все. Вас ждет что-то очень интересное, потому что я знаю, кто будет выступать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!